Так, ну что, продолжаем чесать до вокзала, в этой бенке до Коли Кислому. Сдать падение черного ястреба и Кислому там вести о его дружках. Думаю, в этой серии уже доберемся все-таки. Все-таки думаю, зайти, наверное, сейчас это. Еще раз этих проверить. Видно антиграф попробовать выбить. Но только уже не там пойду, как сюда шлитобер, а вот через это. Через резку. Через укрепку. Терять-то, в принципе, нечего, но ничего нет. Так что можно там. Если что, и подохнуть немножко. Давайте, как раз, хотя не, не буду я сейчас делать крюк этот, заходить, проверять эти нычки. Пизду. Пойдемте. Опять же, если что-то найду, куда это девать, потеряется, неохота. Хочу видунов проверить. Антиграф выбить. Его продать можно нехило. 70 тысяч, что ли, он с купчика стоит. Ну, что-то около 70 тысяч. Нормально так. Жратвы плохо нету, сожрать бы что-нибудь. Стамина совсем еле-еле восстанавливается. Долго бежать приходится. Хотя, вроде, тут уж совсем рядом, но все равно. А донатные пайки эти, неохота покупать. Что-то мне. Да вообще, как-то ничего донатного покупать уже неохота. Кроме вот этих брусниковых, да и их. Что-то как-то нет особого желания тратить на них огромные деньги. Вот только чисто и не колодцем быть. Не очень охота. Патча все нет и нет. И вообще никакой информации даже по нему не слышно. Даже намеков никаких. Так, это кто там у нас? Стрелок ГП. А что за стрелок ГП, блядь? Нахуй нам эти стрелки ГП, блядь. Ты там, блядь, за спиной не пристраивайся, нахуй. Стрелок ГП. Какой-нибудь спрятан, блядь, сик нахуй. Не видишь, так достал, блядь, голбану нахуй. Или там СВД, блядь, блядь, лошка. Чем-нибудь такое. Типки всякие тут разгуливают. Так, вон они, ведуны наши стоят. Надеюсь, хоть у кого-нибудь из них будет антиграфт. Так, осторожнее с аномалиями. Этих засранцев надо поближе пропускать. Да что ж ты, блядь, будешь делать. Где-то вот здесь их долбить. Давай, следующий тоже сюда. Вот здесь вот их убивать. Так, проверяем. Сумка не нужна. Хотя, что, можно взять. Место же есть. Чего не взять. Так, иди сюда. Вася. А вон тех, они далеко. Я не знаю, как сейчас до них добираться-то. Так что давай-ка из тебя вот выпадет антиграф уже. Хуй граф. Так, ну как же нам до тех-то, надо дострелить-то-то. Был бы пекать хоть. Ну, далеко не дострелил. Бесполезно. Так, ну что, надо обойти тогда. Попробовать. Надеюсь, телепорта не попадется на этот. Ну-ка. Ну, отлично. Подходи, красавчик. Чего ж вы такие безинтеграфные все, а? Так, это последний. Да, пустые. Ну, хрен с ним. Пустые, пустые. Не повезло. Не фортануло. Нету больше там. Нету. Ну, в другой раз зайдем. В другой раз обязательно повезет. Так, тут где-то... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Успел. Успел. Сколько сумки, интересно, стоит у скупщика. Нам-то сумки, по сути, там много их и не надо. Ну, хотя можно выложить, пусть уезжает. Чего их продавать. Но вряд ли они там сколько-то много стоят. Зато потом на колобки можно отменить. Вот, колобки продать можно. Да, или просто подарить кому-нибудь же. Новичкам. Хотя новичков тут нифига нет уже. Никто, ну, это только твинки уже старых игроков. Но они тебе редко приходят. Надо разрабам что-то срочно менять, какую-то концепцию. И думать, как тут можно разместить новых игроков. Куда их расстелять. Допустим, вот наплыв пойдет новых. Ну и что? Ну вот рекламу сейчас дать, да, игры? Ну пойдут люди. Ну и что дальше? Ну вот даже онлайн в тысячи. Это все, это уже гигантский для этой игры сейчас. Не продумано все это, как распределить игроков по серверам. Ну по локациям они как-то ладно там разбредутся. Что там придумают. Но все это все равно. Ну две тысячи. Онлайн две тысячи. Все, это уже смертельно для игры. Так что какая может быть реклама? Это пока что не продумано у разработчиков. Да и локаций опять же мало. Да и сами локации мизерные какие-то. Игрушечные. Вот караван большая локация. Но туда не попасть до 14 уровня. Не пускают до 14 уровня. Там с 14 уровнем нужно пройти линейку квестов. Там не очень сложная локация. И тогда можно попасть уже на караван. И караван более-менее большая локация. Раньше еще была какая-то локация. Вообще огромная. Но ее выпилили. Я на ней тоже ни разу не был. Даже не помню как она называется. Но говорят просто гигантская была. Пустая там на ней ничего не было. Ни NPS, ни квестов. Ни аномалий по-моему даже. Вообще ничего. Что это было? Кто его убил вообще? Как будто как подвисло все у меня. Нам тут сейчас главное до грешка овца добраться. А там уж совсем рукой подать. Кто там у кабана завалил? Я что-то заговорился. Я даже не понял. Кто-то стрелял в него там. Слышно даже было. Или я уж совсем устал. Надеюсь сейчас не вылетит при переходе. Не хотелось бы. Вылет уже эти задрали если честно. Что-то он так стоит. Вообще пофигу ему на все смотрю. Поверпись у бата стреляет. Ага нет где отсюда. Так, там еще кто-то. Где гуар? Какой подлагивать силе начало. Хоть по ним вылетело. Вот эти вылеты так-то хрен с ними. Но они иногда портят видео. Оно и не открывается ни проигрывателем, ни редактором никаким. Все вот оно испорчено. Такое вот бывает иногда. Так-то в принципе пофигу. Дальше загрузился. Дальше снимай. Но портят они видео. А каждый раз тоже выключать, перезаходить. Пробуем. И. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, для начала идем к дыбенке. Вот этот фант каждый раз, сколько он денег интересно тратит на переименовки. То у него было ф, нижнее подчеркивание, ант, то потом просто без подчеркивания фант, то теперь фа, ну вот так, понятно, в общем, да. Вот он тратит на переименование, видимо он как-то переименовывается в какого-то там, там, Вася раз два три четыре пять, которого никто не трогает, делает какие-то там квесты или что там, я не знаю. Либо это по плату как-то все бесплатно делается, либо это сам какой-то из разработчиков, либо это просто богатый буратино, которому делать нехуй, вот он тратит, блин. У кого какие версии по этому поводу. Мне все-таки кажется, что штормы с разработчиками как-то каррифанятся что ли, и поэтому им там опять же те же витязи, им эти вот стрижи достаются как бы на халяву рекламировать. Они там всех нагибают, с этими стрижами, во, всем охота, ну, тоже бегут покупать. Опять же эти переименования все. Ну какой в здравом уме человек будет тратить деньги на вот эти вот дурацкие туда-сюда переименования. Так, ладно, Дебенка, все пилоты мертвы. Соболезные. Чем могу еще помочь? Ну давайте возьмем это. Чем могу еще помочь? Все пути сообщения с нижними базами нарушены из-за мутантов и аномалий. Давно нет связи со штабом. Связь с внутренними постами есть, но нестабильна. Оборудование постоянно выходит из строя. Мы теряем людей. Не буду угадать сталкивать. Дела плохи. Некоторые мы бойцы готовы сами воспользоваться артефактами, хотя всегда относились к ним с недоверием. Но если ты доставишь нам эти арты, возможно, ход борьбы изменится в нашу пользу. Какие арты нужны? Одна подушка А, четыре резины А, ух ты, бляха, четыре резины. Десять Марио. Марио. Ну, в общем, вот так. Нужны артефакты. Ладно, пусть пока висит это задание. Ну, что он нам там дал? Ну, вот, АК-74, как я и говорил. АК-74М. Пока не будем его гидрировать, потом постреляемся. Пойдемте к Коле Киславу. Письмо Никаину, это все надо завести. Был же ведь там, на деревне Белых, и забыл. Так, а денег он нам дал? Нет, ни хера не дал. Ну, автомат этот ни о чем. Я так сразу скажу. Его только продать. Он на начальных уровнях бы, еще бы там канал. В самом начале. А, теперь он. Особо с ним не повоюешь. Даже с новыми. Ну, только вот с этими самыми нубскими. Прочка у него быстро падает, опять же. Так что, лучше Джека сейчас для нас ничего нет. Поэтому вот этот автоматик, говорю. Пусть он валяется, пока что. Арты их так не получится, мимо ходом собирать. И они же протухают. Их нужно сразу собрать. То есть специально идти. Собирать. Ну, это отдельную, может, серию посвящу. Бродильную, какую-нибудь. Так, ну, давайте поговорим вскоре. А, кстати, артефакты, штыки-то, я что-то так и не видел. Давайте, ладно. Поговорим. Есть вести облив о Митьке. Рассказываю. Не вспомнил ты о Митьке. Так, 200 рублей, и опыт 2400. Ну, ладно. Хотя бы так. Премиальная гайка. Да уж, печальные вести. Что ж, Митька всегда был слегка, а не от мира сего. Рад, что у него хотя бы все нормально. Держи монету. Спасибо. Есть вести о плевке. У плевка все отлично. Так, и опять 200 опыта. Так, ладно. Не надо читать тут. Ну, все, в общем-то. Так, это все уже. Денег нету. Денег как-то надо будет зарабатывать. Теперь даже на рынок не попасть. Вот растворитель продаваем. Вертов был же. Бутылочка нет. Ну, если что, с деньгами за кадром разберусь. На этом и закончим.